В первом ролике я сказал, что такое активность, для чего она нужна, чтобы увеличить посещаемость, просматриваемость вашей страницы. И показал, что есть чрезмерная активность, написание сообщений сразу в личку, без какой-то причины. И есть грамотная активность. Выполняя грамотную активность, экспертную активность, вы практически почти на 100%, говорю почти на 100%, можете избежать бана своего аккаунта. Но всегда есть риск получить какой-то бан, заморозку аккаунта, потому что, поверьте, даже если вы мать Тереза, все равно ваши действия могут кем-то быть расценены совершенно по-другому. Экспертная активность – это длительная работа, это работа на результат, но за эту активность практически никогда не банят. Какая же лучшая экспертная активность? Это написание комментариев и постов в целевых группах. Как это делается, я вам покажу сейчас технически. Вначале нужно решить, в каких группах писать. Да, мы работаем в компании Vivasan и, возможно, кому-то захочется в поиске написать Vivasan. Контакт выдаст нам результаты поиска, мы выберем сообщество. Вот сообщество, связанное с ключевым словом Vivasan по-русски. Если вы будете входить в эти сообщества и комментировать что-то в этих сообществах, то чаще всего будут видеть те люди, которые либо уже являются участниками компании Vivasan, либо люди, с которыми уже другие дистрибьюторы проводили какую-то работу. Здесь вам нужно показывать какую-то чрезмерную экспертную. В группах нашей компании вы можете видеть, какая информация наиболее сейчас актуальна и обсуждаема. Что больше всего просматривают, кроме каких-то развлекательных постов, их всегда смотрят значительно больше. И что обсуждается. Вы можете взять и почитать какие-то комментарии и, возможно, написать какой-то комментарий свой. Я вам не рекомендую писать кто-то в группах, которые создают, а эту группу создал конкретно человек, и однозначно он является дистрибьютором нашей компании. Поэтому какие-то ваши действия могут быть расценены человеком, владельцем этой группы, как нежелательные. Особенно если вы начнете активно призывать людей приходить на свою страничку, призывать на свою консультацию и так далее. За такие действия, конечно, владелец группы может вас, скорее всего, забанить, либо закроет доступ к вам в группе. Но это то, что делается в первую очередь, удаляет ваши комментарии и так далее. Другая возможность это написать в группах, которые находятся, например, по запросу MLM. Эти группы более многочисленные. Здесь колоссальное количество людей, причем в большинстве своем это активные люди. Но, опять же, в большинстве своем это люди, которые уже являются участниками каких-то других проектов. Поэтому, если вы начнете что-то писать активно в этих группах, то да, вы получите обратную реакцию от ваших коллег-сетевиков, но чаще всего вас будут приглашать в другие какие-то проекты. На первом этапе это даже очень хорошая школа. Вы можете посмотреть, пообщавшись с людьми в каких-то личных сообщениях, как другие люди, у которых больше опыта работы на данный момент в цельных сетях, привлекают свои проекты. Вы увидите, какими скриптами они пользуются. Вы можете сразу увидеть, что человек работает по одной схеме и почему-то не хочет от этой схемы отходить. Люди чаще всего не общаются, а просто кидают какие-то стандартные заготовки, которые дали им вышестоящие спонсоры. Вот это худший пример работы в социальных сетях. Особенно для экспертов. Так может работать человек, у которого нет никакой экспертности, у которых нет своих слов. И он просто повторяет за другими. Что нам нужно искать в группах? Нам нужно искать группы, где достаточно большое количество участников. Я сейчас выберу именно сообщество. Выберу Россия. И вот в этой группе 56 тысяч человек. Ну, достаточно большое количество для бизнес-группы. Захожу в эту группу и вижу, что посты этой группы лайкаются, комментируются и даже репостятся. Это однозначно живая группа. И что самое приятное, в этой группе можно писать свои комментарии. Вот если вы являетесь экспертом и в группе есть возможность написать в комментариях к какому-то посту, особенно если этот пост лежит самым первым, это самая просматривая информация, пожалуйста, пишите. Конечно, в идеале лучше найти группы, у которых есть тематические обсуждения, которые называются, ну, вопросы-ответы. Ну, например, вот, возможен ли заработок в интернете. Вот зайдя в такие обсуждения, вы можете почитать, что пишут люди. Только, пожалуйста, обратите внимание, когда это писалось. Видите, это писалось в 2014 году. То есть для нас этот вопрос уже далеко не актуален. Нужно отлистать в самый конец, найти самое свежее. Вот, 14 марта 2020 года. Вот на такое сообщение есть смысл отвечать. Во всяком случае, человек задал его недавно, этот вопрос. Но в нашем случае, конечно, это не вопрос. Это реклама какого-то проекта. Но если вы найдете группу, в которой есть целевое обсуждение вопроса и ответа, где люди что-то спрашивают, не могут найти ответы на какую-то информацию, то отвечать таким людям – это как раз и самый правильный вариант для экспертов. То есть вы начинаете людям помогать. Найти такие группы можно. И лучше, конечно, их искать по тематике своей экспертности. То есть если вы занимаетесь здоровьем, а это сейчас самая востребованная экспертность, пожалуйста, входите в группы, которые посвящены тематике здоровья. Только не надо, конечно, брать группу «Миллионники». Там практически всегда закрыто все, потому что это мега посещаемые ресурсы. Ну, немножко опуститесь вниз, найдите группу с меньшим количеством участников. Посмотрите, какие обсуждения у них есть. И вот в таких группах вы можете, опять же, проводить комментирование постов. Вы можете отвечать людям. Единственная просьба какая? То есть не надо, особенно при ответе на какой-то вопрос, писать максимально подробно и очень много и очень длинно. Потому что человек прочитает ваш ответ и скажет «Угу», или там нажмет лайк, или там в лучшем случае напишет «Спасибо» или «Благодарю» и все. То есть разговора не получится. Ваша задача – показать, что вы эксперт в этом вопросе, что вы знаете, и мотивировать человека продолжить разговор с вами дальше. И лучше всего, чтобы это было в личной переписке. Да, конечно, можно продолжать отвечать человеку в группе, потому что все, что пишете вы в группе, особенно в посещаемой группе, все это видите не только вы один. И писать вот такие короткие сообщения непонятные, нет никакого особого смысла, потому что здесь вы никаким образом свою экспертность не получите. И как я уже говорил, конечно, лучший вариант – это отвечать на какие-то прямые вопросы и искрать такие группы, где есть тема обсуждения, вопрос и ответ. Найти их можно, но это, как вы понимаете, потребует достаточно много времени. Вот, просмотрев несколько групп, нашел группу, чтобы вам показать, как из себя выглядят нужные вам обсуждения. Вот, такого плана вопроса. И вот в таких обсуждениях вы ищите вопрос, на который вы можете ответить. Опять же, обращайте внимание, когда он задавался, то есть вопрос задан в 2015 году, он уже абсолютно неактуален для человека, то есть перейдите в самый конец и отвечайте на эти вопросы. Если группа позволяет комментировать посты на своей стене, нажимайте на комментирование и пишите свой комментарий. Чем более открыто вы его напишите, чем больше в вашем комментарии вы сможете показать свою экспертность по этому вопросу, тем будет лучше. Вы можете смело экспериментировать. В каких-то комментариях можете писать вообще прямые призывы обращаться к вам по данным вопросам. Если администрация группы не успевает просматривать все сообщения, такое бывает очень часто, ваши комментарии будут спокойно лежать на стенах этих групп. Если, конечно, администрация имеет время и возможность, то в худшем случае вас забанят в этой группе и поудаляют ваши комментарии. Но ничего страшного в этом нет. Поэтому пишите, не волнуйтесь, но опять же поймите, что никто не хочет, когда на их ресурсах, особенно если это ресурсы прямых конкурентов, кто-то рекламирует свою компанию. Поэтому если в вашем профиле нигде не будет написано, что вы работаете в Вивасан, а просто будет профиль эксперта в области здоровья, то докопаться к вам будет довольно сложно. Но это мой такой совет. Что еще можно делать в группах? Конечно, таких групп значительно меньше, но можно найти группы, у которых открытая стена. Что такое группа с открытой стеной? Так, я нашел руками группу, в которой открытая стена. Открытая стена – это возможность точно так же, как и на вашей личной страничке, чем-то поделиться. То есть вот здесь вы можете точно так же, как вы публикуете пост на своей стене, публиковать пост на стене группы. Вот это, конечно, прекрасная возможность рассказать о том, что вы можете. Тот пост, который вы создали для своей личной стены, вы можете немножко конвертировать и размещать на стенах открытых групп. Ну, конечно, при условии, если в этих группах есть хоть какие-то участники. Потому что прекрасно знаете, что вы состоите участниками во множестве групп, но не видите вообще, что там происходит. В эти группы туда не заходят. Поэтому не надо очень надеяться на то, что если вы будете размещать посты в этих группах, вы получите мега-мега какой-то результат. Результат будет только в одном случае. Если этот пост размещает администрация группы, но это чаще всего за деньги, либо на каких-то условиях. Либо когда в этой группе колоссальное количество людей, а в таких группах практически всегда стены закрыты. Либо когда вы это делаете очень много, то есть вы массово размещаете посты на стенах групп. Это делается с помощью программы. Пожалуйста, знайте, что нетематический пост на стене ресурса в группе, это чаще всего может вызвать ответную реакцию администрации группы и вас забанят. Если вы один и тот же пост, ну как вот делают многие. Многие написали один пост и копируем ее по всем группам, где открытая стена. Это тоже прямая дорога в бан. Вас за это однозначно могут забанить, но забанить уже не люди, а забанить роботы социальной сети ВКонтакте. Роботы увидят, что вы очень часто выполняете одно и то же действие и размещаете одну и ту же информацию. То есть это не естественно. Поэтому если хотите идти по пути постинга по группам, уникализируйте конечно свой пост, меняйте текст, подключайте различные картинки, чтобы все было максимально уникально. Это совет. Ну и конечно, когда вы что-то пишете в группах, пожалуйста не размещайте ссылки. То есть ссылки особенно на внешние ресурсы, на наши сайты и так далее. Мы научимся в очередном уроке делать сайт-визитку. Ссылку на него, пожалуйста, размещайте крайне-крайне внимательно. Где еще можно проявлять активность? Конечно, проявлять активность можно и нужно на стенах людей, которые уже давно работают в интернете и продвигают свои профили. Если вы заходите на страничку человека и видите, что его посты просматривают 1700 человек, 2000 человек и здесь есть возможность что-то прокомментировать. Вот ваш целевой комментарий просмотрят в нашем случае 2000 человек. Представьте, какую колоссальную известность вы получите, ну как эксперт. Конечно, на стенах личных нужно писать крайне внимательно. Потому что если администратор какой-то группы может и не увидеть, что вы написали, то человек, на стене которого вы написали, однозначно увидит. Потому что у него придет оповещение, что тот-то, тот-то, делал то-то, то-то с информацией на вашем профиле. Лайкнул, написал комментарий и так далее. И если владелец страницы поймет, что вы пытаетесь его страницу опять же использовать как трамплин для продвижения своей, ну а именно так все и делают, тут греха таить, ваши комментарии могут быть уделены. Поэтому, пожалуйста, здесь относитесь внимательно, пишите что-то по теме, пишите что-то очень полезное. Либо высказывайте какое-то свое личное мнение. И, кстати, не всегда это мнение может быть положительным. То есть провокация, особенно в разумных пределах, она очень хорошо привлекает внимание. С вами люди захотят продолжить общаться, поверьте. Ну, во всяком случае, хотя бы с вами поспорить. Итак, вот две самые важные, нужные и самые эффективные активности в социальной сети для эксперта. Но это, конечно, требует очень много времени. Поэтому комментируйте, публикуйте посты на группах, где есть открытые стены. Комментируйте профили людей, посты которых набирают множество просмотров. И для того, чтобы сделать свою работу более эффективной, более разумной, вот все группы с открытыми стенами, все группы, где есть обсуждение вопрос-ответ, копируйте ссылки на эти ресурсы. Все страницы профилей с большим просмотром постов также сохраняйте. Я попробую в рамках этого тренинга сделать то, что называется общий онлайн ресурс. Я сделаю онлайн таблицу, ссылку на нее размещу в описании нашего урока и дам возможность всем, кто найдет такие интересные группы, размещать ссылку на эту группу и писать свое мнение об этой группе. Но формат этой таблицы я сделаю. И тогда совместными усилиями мы создадим очень полезный ресурс. И не будем тратить время на поиск вот этих ресурсов, где нам что писать, потому что именно на это уходит очень много времени. А время нужно беречь. Я уверен, что послушав мою рекомендацию для экспертов, кто-то может сказать, а я не являюсь экспертом, а что же делать мне? Я не знаю, что писать о здоровье, я не знаю, что писать о бизнесе, что делать мне, как мне привлечь людей на свою страничку. Здесь можно ответить очень просто. Однозначно у вас есть экспертность в какой-то другой области. Ну, например, вы эксперт по воспитанию детей, у вас есть чем поделиться. Например, ваша основная работа связана с какой-то бьюти-индустрией. То есть тоже вам есть чем поделиться. Либо у вас есть опыт в похудении, либо в ведении здорового образа жизни. Либо, например, вы человек, который разбирается в машинах. Всегда есть какой-то интерес, в котором вы уже гуру. То есть где у вас есть чем поделиться. Пожалуйста, заходите в такие группы, ищите эти группы. И делайте в них то же самое. То есть привлекайте внимание к своему профилю. Люди будут заходить на вашу страничку, и мы будем получать практически то же самое. Конечно, да, там люди, которые пришли из группы юмор, будут видеть, что вы занимаетесь привлечением клиентов в бизнес, и будут не совсем понимать, что это такое. Но поверьте, если ваша ниша экспертности достаточно широкая, ну, например, все хотят зарабатывать деньги, а вы рассказываете, как это делать. Либо все хотят быть здоровыми, и вы как раз в этой теме работаете. Поэтому неважно, откуда пришел человек, скорее всего, он заинтересуется той информацией, которая есть у вас. Вот это самое важное, самое сложное по временным затратам. Но если вы будете заниматься этой работой, этой активностью, то ваш профиль через какое-то время реально очень хорошо выстрелит. И вы привлечете к себе внимание. Основная ваша цель при написании этих постов, этих комментариев, это не думать о себе, а думать о людях, для которых вы пытаетесь донести какую-то пользу. Те, кто пытается рекламировать постоянно себя, и это видно в том, что он пишет, чаще всего получают только одно. Это бан своего профиля. Поэтому в первую очередь думайте о людях, и у вас будет результат. Какую еще активность можно проявлять? Вступайте, пожалуйста, в группы. Ну, например, написали здоровье, выбрали сообщество, выбрали страну, Россия, ну, или там, свою страну проживания. И начинаете просто в эти группы вступать. Только не делайте это массово. Зайдите в группу, посмотрите, активная ли эта группа, пишут ли это, комментарии, лайкают, либо тут одни боты работают. Видите, не так много, все делается ботом. Ну, тогда вступайте в эту группу, если она вас устраивает. Однозначно, это активность, сделанная с вашего профиля. Однозначно, есть методики отслеживания людей, которые вступают в группу. Однозначно, с вами кто-то будет связываться, добавляться к вам, друзья, писать сообщения и так далее. Ну, и, конечно, самая простая активность, которую могут совершать все, выбирайте свою целевую аудиторию. Ну, например, люди, которые связаны со здоровьем, либо люди, которые живут в вашем городе. Делайте сортировку по стране, делайте сортировку по вашему городу, ну, если вы так хотите работать. Лучше отсортировать не по популярности, а по дате регистрации. Все люди, которые недавно зарегистрировались в социальной сети, они очень хорошо отслеживают свои профили. Кто к ним заходит, кто их лайкает и так далее. Поэтому заходим на страничку этого человека. Лайкать аватарку бессмысленно, потому что контакт уже достаточно давно ввел ограничение на количество лайков на аватарку. Лайкать лучше посты. Я вот зашел на страничку этого человека и понимаю, что это профиль реально не человека. Это профиль какого-то странного, мягко говоря, человека, либо профиль бота, который работает на какой-то бирже и просто что-то постит и так далее. Но здесь есть какие-то просмотры, и если вы несколько постов пролайкайте, то хуже не будет. Но лучше искать, конечно, профили реальных людей, открывать их, смотреть, что они тут делают с закрытыми профильными, лучше вообще не работать, потому что это люди ограничили доступ к себе. И лайкать те посты, которые вас именно устраивают. Это простая работа. Конечно, это работа не эксперта. Это то, что можно спокойно, из чистой совести передать программе. Очень простой, очень недорогой, понятной программе я расскажу в курсе автоматизации. И вот эту вот работу можно спокойненько передать программе. То есть никакого ума здесь не требуется. Когда требуется ум? Требуется ум при добавлении в друзья. Добавление в друзья – это одна из активностей, за которую можно прям легко и просто получить чить банк. Относиться к активности добавления в друзья нужно быть очень внимательным. Прямая дорога в бан, если, например, зайти в поиск, выбрать людей и начинать просто кликать подряд, вот добавить друзья в друзья в друзья. Есть еще тоже прямая дорога в бан, когда вы заходите в какую-то целевую, по вашему мнению, группу, открываете список участников, начинаете заходить на их странички и тоже кликать, добавить друзья, добавить друзья. Ну мало того, что вы это делаете быстро, но самое главное, у вас нет пересечений, то есть нет каких-то общих друзей, то есть на основании чего вы добавляете это человека в друзья. Этого не видят роботы, это не видят даже люди. То есть пришла заявка в друзья от человека, с которым у вас нет никаких общих друзей. Видите, все чисто, пусто. И чаще всего люди, которые уже имеют какой-то опыт, более-менее раскрученный профиль, они отказываются. У меня молодой профиль, поэтому, конечно, все заявки я принимаю. Лучше всего задружиться с каким-то человеком, то есть этот человек ваш друг, заходим на его страничку, выбираем его друзей, открываем его друзей, смотрим по аватаркам на тех людей, которые, ну, например, мне бы подошли. Открываем их страничку, смотрим страницу этого человека, понимаем, что это реально живой человек. Видите, информация абсолютно разная. Вы можете пролайкать что-то на его страничке, можете даже лайкнуть аватарку и послать приглашение этому человеку в друзья. Нужно четко понимать, что за приглашение друзья, особенно в неразумных количествах, вы можете получить заморозку своего профиля. Ну, и чаще всего за это и получать. Да, конечно, написав в поиске Яндекс лимиты ВК на приглашение друзья в 2020 году, вы найдете вот такую вот страничку, на которой будет, в принципе, написано, какие есть ограничения по добавлению в друзья и так далее. Но хочу сказать вам следующее. Однозначно, даже если вы будете придерживаться этим лимитом, вас могут забанить. Поэтому крайне внимательно, крайне осторожно, особенно с молодых профилей, относитесь к заявкам друзья. То есть у вас должны быть пересечения, хотя бы общие друзья, хотя бы город проживания, хотя бы возраст близкий. Если никаких пересечений нет, то можно реально словить бал. И, конечно, в друзья нужно те профили, которые хотя бы похожи на человеческие, а не как профиль, который показывал я вам ранее. Итак, добавление в друзья – это последняя активность, которую вы можете делать и понимая, что вас за это как бы и не забанят. Личные сообщения и вообще написание сообщений нельзя делать сразу. Это уже то, что очень привлекает внимание роботов. Это то, за что чаще всего ебанят. Я вам показывал в начале ролика вот такое личное сообщение беспричинное. Писать личное сообщение можно, если есть на то причина. И об этих причинах, о том, когда вы можете писать личное сообщение, я вам расскажу в следующем ролике. Продолжение следует...